Приветствую вас, дорогая церковь! Слава Богу! Хочу сегодня с вами порассуждать на такую тему, называется она «Выбор». Я думаю, это всегда актуальная тема, потому что даже сегодня, придя сюда, нам пришлось сделать выбор. Мы могли остаться дома, заниматься своими повседневными делами, которые всегда срочные и неотложные, либо прийти сюда. Что такое выбор? Простыми словами, выбор – это то, что ты выбираешь, это что будет в жизни, в твоей дальше. И выбор определяет наше будущее. И в физической жизни наш выбор зависит от наших убеждений, от наших вкусов, от наших взглядов. Так же самое и в духовном плане. До того, как я встретил Бога, мой выбор был такой, чтобы получать удовольствие, угождать плоти, нашлаждаться своими желаниями. Но когда пришел Бог в мою жизнь, мне надо было сделать выбор – или принять Его в свое сердце, или идти дальше и заниматься своими делами, которыми я и занимался. Но я сделал выбор, принял Его и развернулся на 180 градусов. Знаете, выбор – это право, которое дает Бог. Еще в начале, когда Бог сотворил человека, Адама, Он его поселил в Адамском саду. И можно было есть любого дерева, кроме одного. Это дерево познания добра и зла. И Адам сделал свой выбор. Это довольно интересная история. Если в нее вникнуть, то, когда Бог зовет Адама, Он спрашивает, где ты, Адам? А он прячется от него. Спрашивает, чего ты прячешься от меня? Адам говорит, я наг. Да кто тебе сказал, что ты наг? Неужели ты вкусил этот плод? А что Адам говорит? Ну, я здесь ни при чем. Это Ева мне его дала. И вообще, Бог, это ты мне дал жену. А на что Ева отвечает? Я тут тоже здесь сбоку. Меня змея искусил. Посмотрите, какая история. Еще в начале первые люди, как оправдывают свой грех. Вместо того, чтобы прийти к Богу и покаяться, они оправдывают свой грех. Сколько времени уже прошло, сколько лет, насколько сейчас человек научился оправдывать свой грех. Уже и алкоголь, не алкоголь может оправдаться и найти местописание в Библии, что можно употреблять. И курение найдут. И блуд уже не блуд. Скажет, в сердце не впустили, только посмотрели. Сейчас так человек научился оправдывать свой грех. Бог дал людям свободное право выбора. И у каждого оно есть. Знаете, братья и сестры, уже началось лето. И впереди, впереди отпуска. У кого-то каникулы, кто-то закончил учебу. У кого-то впереди дача, огороды, огурчики, помидорчики и прочая зелень. И это время наших желаний. И здесь либо мы будем идти на поводу своих желаний, либо крест, либо нам распинать себя. И я сейчас не говорю о какой-то аскетический образ жизни и отказаться от всего, хотя я думаю, это было бы нам на пользу всем. Я говорю просто про то, чтобы мы не забывали, кто мы. Мы новое творение или нет. Любит ли наше сердце проводить время с Богом? В общении с Ним. И это очень легко проверить. Я выделил для себя два способа. Хотите узнать, каких? Первый способ это такой. Когда вы приходите домой, и никого нет рядом. Четыре стены, никто за тобой не наблюдает. Ты просто один дома. Чем твои мысли заняты? Чем твое сердце занято? Чем я занимаюсь в это время? Конечно же, мы как христиане изучаем Слово Божие, вникаем в Него. Телефон в руки не берем и прочее. И второй способ. Это для тех, кто не может по каким-то причинам быть один. Это когда он приходит домой, и дома его встречают. Жена, муж, дети, родители. Какое отношение у нас в семье? Любим ли мы? Прощаем ли мы? Заботимся? Терпим ли мы? Это и есть наше отношение в семье говорит, на каком расстоянии от нас Бог. Если же все не в порядке, значит, естественно, уже Бог давно далеко от нас. И тут все ясно. Либо мы идем на поводу своих желаний, либо же нет. Еще апостол Павел писал в Галатам 5.16 поступайте по духу, и вы не будете исполнять желания плоти. А что значит не исполнять желания плоти? Ну, это, наверное, жить в любви, в радости, в мере, в доброте, в умении владеть собой, в кротости. И тогда, наверное, не будет желания плоти преобладать над нами. Еще в начале, в Левитам 6.12, Бог говорит, чтобы у нас постоянно горел огонь, чтобы мы каждое утро подлаживали туда дрова. И если мы не будем этим заниматься, естественно, наше состояние будет туда-сюда. Мы все родились в разных семьях. Кто-то в верующей семье, кто-то не в верующей. И мы все по-разному мыслим, по-разному формировались. Но когда мы родились свыше, наше формирование происходит в церкви под руководством пастора и служителя. И отчасти это их обязанность дать себе правильную пищу. Но, мой друг, твоя обязанность сегодня и всегда вникать в Слово и изучать его, чтобы можно было поддать сомнению, что я говорю. Истина это или не истина? Может, я что-то напридумывал или еще что-то, чтобы можно было спустить через крест. Правильно или нет? Знаете, я, может, полгода, чуть больше, был проездом в одной церкви. Удалось послужить, пообщаться. Ну, это агрогородок, не маленькая церковь, все хорошо. И на сегодняшний день, ну, не знаю, как на сегодняшний день, во всяком случае, еще месяц назад нету церкви, нету ни пастора, нету ни прихожан, нету ни служителей, нету никого. И я не берусь осуждать эту церковь, это не человеческая привилегия. Но я хочу сказать про то, что просто кто-то увлекся каким-то учением. И на чем строилось, на какое основание в этой церкви было, я не знаю. Но сейчас там нету никого. Приезжает просто брат утром и ждет, хоть, может, один человек придет на служение. И вроде бы, я не буду говорить какое-то учение, и я сам слушал этого проповедника там миллион раз, мне нравятся его проповеди, я извлекал много чего хорошего, что-то я отвергал, потому что это не соответствует истине, насколько я знаю это Слово Божие. И нам всем нужно учиться любое слово пропускать через крест, истинно это или нет. Друг мой, твоя ответственность сегодня вникать в Слово Божие. Бог ожидает от нас духовной зрелости, правильного выбора. Правильный выбор нас приведет в правильное место к исполнению воли Божьей в нашей жизни. Помните историю Исаака, о его сыновьях Исаак и Иаков? Исаак пришел усталый. Сегодня ты можешь, я могу быть усталым. Сегодня тяжело может молиться, тяжело верить, тяжело прощать, тяжело любить, но что говорит на это Бог? Матфея 11, 28. Придите ко мне все уставшие, обремененные, и я успокою вас. Если тяжело, куда нужно идти? Нужно идти к Богу. Знаете, нам делать выбор, продолжать сражаться или нет, или сдаться, как Исаак, и отдать все за эту похлебку. В усталости приходит грех, в усталости приходят испытания. А почему в усталости? А все просто. Если ты устаешь, скорее всего, твои отношения с Богом уже не такие хорошие, как были раньше. Скорее всего, даже если ты пришел с работы, может быть, усталым, ты замучился, и ты не пришел к Богу, ты не пришел к Духу Святому обновиться, ты ляжешь такой же усталый, разбитый, и скорее всего, ты проснешься, и ты не пойдешь за обновлением, ты пойдешь с закрытыми глазами за этим чайником, чтобы заварить кофе. Скорее всего, так будет. Если нам тяжело, нам нужно идти к Богу. Братья и сестры, наш выбор зависит от того, насколько мы ценим Бога, или свое минутное желание, либо Его волю. Знаете, какой выбор сделал Иисус Христос перед тем, как пойти на крест? Лука 22, 42. Не моя воля будет, но Твоя. К чему это привело? Его выбор привел к победе. К победе Его выбор привел. Не моя воля, но Твоя. Нам нужно учиться умирать для себя. Тогда и сила Иисуса Христа будет действовать в нас, в каждом из вас. Нам нужно научиться делать свой выбор, руководствуясь Божьими ценностями, Божьим устоем. И тогда мы станем духовно зрелыми. Пусть Бог благословит каждого. Давайте помолимся и преклоним колени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!